приветствую всех о чем хотелось поговорить сегодня да не только сегодня до этого каждые дни в принципе смотрю ролики своих друзей товарищей блогеров таких же как и я можно сказать ну и много комментариев пишу отвечаю помогаю что знаю сам или наоборот спрашиваю ну и часто сталкиваюсь с такими комментариями как пишут блин как у вас классно у вас все свое свои яички свое мясо свое молоко так вот это все свое то не просто так надо почистить сначала навоз запастись кормами как дед вадим кореш говорит будет вадим привет те горшки помыть за у всех блюдца все и 67 часов утра у кого какой режим стать напоить накормить я просто по птице говорю также сестра у меня крес держит представьте да в зимний период еще там куда бы не шло как говорится можно поспать коров на пастбище выпускать не надо начнем с того что зимой там 87 часов идет доить тоже также режим корову надо доить свое определенное время ну как утром так и днем плюс минус там час от силы летом 5 часов надо проснуться подоить и отогнать к общему стаду если коров немного и гнать далеко в принципе сейчас я не думаю что коров много наверное в деревнях есть такие деревни где есть коровы но у нас тут в области да не в области а в районе не очень-то и много кто держит коров а у кого по две по три зимой тоже там о чем накормил напоил но зимой за весь день корова представьте сколько нагадит все это надо вывести все это отнести вот подмести корову есть корова птицы есть птицы но сейчас о чем хотел показать рассказать вот немножко прибираюсь да вот зачем забудет вадим вот сейчас я тебе покажу не только тебе вообще вот они такие итальянские куропачты здесь пушкинский 1 барковская сейчас откроем шугливые тоже кушают своим комбикорм такие вот малыши есть петушки уже заметно но не очень пока заметно по гребне вот стоит перед нами этот петушок видно сразу а так в принципе растут читал много отзывов о них смотрел ролики год плохо растут слабенькие ну да что есть то есть сразу вот так что вот так здесь у нас бинтам очки внизу сидят сейчас покажем вот они наши бинтамки несутся в принципе пока держим посмотрим что будет зимой ну а сейчас чем занимался что делал это чистил клетки вот они кстати яйца бинтамок вот смотрите вот такие вот яички сейчас вот собрал вот они вот в принципе от пушкинской молотки лежит яйцо и его рядом положим вот такие вот яички тамаранка начала нести немножко такого плана и темное не светлое яйцо это вот моя помесь уха и люсь барковской несет чистил навоз убирал готовлю вольер сейчас сюда курешек хочу пересадить вот вот в этот вольер чик здесь сидят у меня вот три курешки два петушка но один не до петушок и одна курочка это кто узнает что это запороза дает на фавероль лососевые ну вот такие вот карапузы расчистил почистил у них здесь одного петушка уберем одного пока оставим у меня с ними какая-то непонятная трагедия произошла пока были малыши было там у меня 9 по моему 9 или 10 птенчиков ну почему-то у них этот петушок крылья опустил это уйдет на мясо у нас а второй пока ходит и вот что хочу сказать то получилось у нас так что погрызли они друг друга расклев был ужасный просто ужасный в чем причина так и не понял были как и все на полно рационном корме пока было мы малышариками самарский комбикорм но что-то пошло не так вот осталось их трое здесь тоже начал чистить не до конца здесь видите до земли в принципе все вычистил вот так вот вам в деревнях это все хорошо у вас вы все свое кушаете тет легко но когда находит время до чистки все свое все хорошо ушел в отпуск будем заливать полы вам курешком жарко царско-сельским будем заливать полы в доме и заодно днями вечерами будем чистить здесь у меня пушкинский от эдуарда алексеевича с города самара канал в куры в мегаполисе все девчонки несутся все четвером и петушок барковский барвистый это от дяди жени кореш мой сорочинска тоже дяди жени вот он петух какой спасибо большое так как петушка пушкинского нету пока сидит петух тут и хочет парковский барвист и здесь одна вот царско-сельская девчонка вот она наверху обижает ее почему-то в общем стаде своей сородичи почему пока понять не могу но обижают клюют ее так сюда мы я сейчас думаю не знаю попробую посадить пару девчонок которым два с половиной месяца к этим волкодавам не знаю съедят не знаю не съедят они и вот что-то нашли ковыряют земле ковыряются но попробуем подсадим сейчас посмотрим что будет